Мне как-то приятно всех поздравить вас, присутствующих здесь. И хотел бы сказать, что мне кажется, вообще-то это должен быть самый важный зал, здесь все места должны быть заняты, а получается наоборот, потому что я думаю, что именно профилактика, раннее выявление онкологического заболевания, в настоящий момент, я думаю, одно из самых перспективных и самых важных. Поэтому я предоставляю первое, как раз по колоректальному раку, скрининг колоректального рака с помощью фекального иммунохимического теста, Тони Чен, Тайвань. Большое спасибо. Во-первых, я хочу поблагодарить Белые ночи за приглашение делать здесь доклад. И, конечно, я впервые здесь, в Санкт-Петербурге, я счастлив по этому поводу. И также я хочу с вами поделиться знанием по скринингу колоректального рака с помощью фекального иммунохимического теста. Я считаю, что колоректальный рак – это тот самый рак, в сфере которого необходимо осуществлять профилактику. И также необходимо предотвращение первичного рака. Я буду говорить сегодня о вторичной профилактике, я буду говорить о скрининге, поскольку в соответствии с отчетом ACA снижение смертности благодаря скринингу и благодаря лечению что очевидно в результате действия скрининговых программ люди в наших странах пытаются продумать, насколько нужны популяционные скрининги. И в Европе проведено рандомизированное контрольное исследование одно в Дании, в другое – в Великобритании. И было показано, что снижение смертности составляет 15-18. Есть очень много метаанализов, которые показывают снижение в 16%. И скрининг колоректального рака – очень важный вопрос для развивающихся стран, потому что с влечением случаев заболеваемости колоректальным раком в таких странах, как Тайвань, имеет действительно такую тенденцию. И здесь мы видим систематический обзор, анализ и метаанализ свидетельств гибкой сигма-доэтоскопии в качестве скринингового метода. И колоноскопия по сравнению с фекально-иммунохимическим тестированием в скрининге колоректального ранка рака показана здесь. Но в ранней фазе мы видим, что колоноскопия имеет высокие уровни обнаружения рака и выявления аденомы. И вот буквально неделю назад были получены данные скрининга колоректального рака в США. И здесь речь идет о существенной пользе в отношении различных методов и скрининговых стратегий. И также идет сравнение методов. И поскольку я сфокусируюсь на FIT, мы видим, что здесь показаны очень интересные цифры, и очень важно вопрос с осложнением, потому что есть две стадии для FIT. Здесь не следует полагаться только на колоноскопию. То есть мы видим, что осложнение здесь ниже, и колоноскопия и последствия имеют меньшее количество осложнений. Был сделан отчет по этому поводу. Здесь мы видим эволюцию скрининга колоректального рака в Тайване. И я уже сказала, что идет увеличение количества забываемости колоректальным раком. До 990-х годов была создана команда, которая работала в сфере профилактики этой ситуации. Но тогда заболеваемость была ниже. Тем не менее, мы работали с высокорисковой группой на этом уровне. И затем я возвращаюсь в Тайване. В Тайване год 96-й, и я тут выявляю одно сообщество, которое... И был использован скрининг колоректального рака с помощью FIT, фекально-иммунохимического анализа. А здесь, с 2014 года, мы провели популяционный скрининг, массовый скрининг популяции. И также, естественно, возникли проблемы во время реализации скрининговой программы. И вот эта высокорисковая группа у нас... Были выявлены высокорисковые субъекты на уровне различных больниц. Я не буду говорить об этом. Но данные были опубликованы в 1999 году. Ну, как я уже говорил раньше, с 1999 года, вот, в центре внимания был один из городов на побережье. было исследование... Проведено пилотное исследование в Киллинге. И популяция была выбрана 50-79 лет. И цифры составили больше 20. И вот это одна из частей нашего проекта. В этом регионе использовался метод FIT. Но мы сейчас говорим не о множественных заболеваниях. Мы концентрируемся только на колоректальном раке. И вот здесь я уже говорил о метаанализе. И следует сказать, что... Вот, в этом регионе обслуживание достаточно неплохое. Правительство пыталось развивать национальную программу возраст, который был в центре внимания. Возрастная категория была 50-69 лет. Это была двухлетняя программа. А это весь контент данной программы, включая закон, который касался контроля над раковыми заболеваниями. Это мая 2003 года. Была запущена скрининговая национальная программа с 2004 года, количественная FIT. И вот котов 20 миллиграмм, один образец, двухгодичная программа. Люди в возрастной категории от 50 до 69 лет отбирались, от 50 до 75. И, безусловно... Говоря о скрининговых программах, необходимо упомянуть наличие информационных программ. То есть мы стали разрабатывать сайты, информационные системы, веб-системы, включая сравнительные данные, которые, естественно, были использованы в последующих оценках и в клинических отчетах. А это стандартизированная система отчетности в сфере колоноскопии, которая представлена на слайде. А эта работа была проделана с 2004 по 2009 год. И вот здесь информационный центр означает, что вы контактируете с людьми в определенном поселке или поселении. В 2010 году правительство решило объединить вот такие информационные центры, и количество привлеченного населения увеличилось двое, это более 1 миллиона, более чем 2 миллиона человек. В первом случае это был скрининг на уровне местного сообщества, в другом более широкий. И, естественно, в любом скрининге необходимо проводить оценки. Сегодня я поделюсь с вами результатами, базируясь на данных 2004-2009 года, в очень короткого периода. Я буду говорить об отчетности, об индикаторах скрининга и также распределение стадий сферы корректарного рака смертности. Поскольку было рандомизировано исследование, то необходимо было, естественно, преодолеть некие барьеры, такие как отсутствие посещаемости, плохая посещаемость. Об этом говорилось и в других источниках о таких проблемах. А это вот основные скрининговые находки. Мы видим здесь соотношение полов и скрининг в ранних фазах более миллиона человек. То есть уровень покрытия составил 21. Уровень позитивности ФИТ составил цифру 4.0. А это уровень обнаружения при колоректальном неоплазме. Вот это находки второго порядка. Это уже распространенная динома 4.5, 4.2. И все это зависит, конечно, от скрининга. И этот слайд четко показывает скрининг и выявление рака на более ранних стадиях и рака более уже распространенного рака. И мы видим в стадии 3 и 4. И поэтому мы видим, что, тем не менее, действительно остаются серьезные проблемы, когда мы проводим популяционный скрининг. Но здесь необходимо поддерживать и обеспечивать качество. А это кривая выживаемости, интервал в сфере обнаружения рака и плюсы скрининга, которые мы видим в результате развития таких программ. А это результаты, которые касаются сокращения уровня смертности, эффективность ФИД. И мы видим, что смертность от колоректального рака в скринированном населении по отношению к нескринируемому. И мы видим, что в данном случае это контрольные, рандомизированные исследования. А вот здесь идет анализ группы, которые намереваются пройти лечение группе Intent to Treat. Мы также оцениваем различные сценарии скрининга в рамках тайваньской программы. Если на 60% увеличивается скрининговый уровень, мы видим плюсы с увеличением до 36% и снижение уровня смертности на 36%. И мы используем такие данные для того, чтобы убедить политиков в Тайване. И мы пытаемся влиять на их решения. И, естественно, нам необходимо расширять скрининговые программы, переходить ко второй фазе. Но даже при том, что мы наблюдаем снижение в рамках смертности из-за скрининговых программ, существуют проблемы. Прежде всего, это охват оселения. Один миллион и два миллиона. Можете себе представить, какие затраты мы понесем здесь? Здесь это некомплиентные люди, те, которые не приходят на колоноскопию. Это от 21 до 40% некомплиентность в отношении проведения колоноскопии, а также увеличение времени ожидания. Эти данные показывают о том, что вам необходимо прежде всего оценивать ваши клинические возможности, если мы говорим о большом охвате населения и о списке листей ожидания. Если вы это не делаете, то вы сталкиваетесь с проблемой промежуточного рака. Согласно рекомендациям ВОЗ, это может быть нормальный, непродвинутый рак или не рак поздних стадий. Я также, как вам показывал раньше, стадирование также не очень четкое в отношении скрининга определяемых случаев. Здесь все факторы, которые оказывают воздействие на колоноскопию. Эти данные, которые недавно были опубликованы. Незавершенная колоноскопия. А здесь негативная колоноскопия. Низкий уровень определения аденома. Аденома связан с повышением риска возникновения интервального рака или промежуточного рака. Это очень важно. Я хочу показать вам эти данные. Мы обнаружили также интересные результаты среди промежуточных раков. Если вы посмотрите на количественные показатели теста ФИТ, это иммунохимический тест, то мы увидим такую корреляцию в рамках нашей программы. Это очень важные данные для проведения образовательных мероприятий и информирования населения. Проблема с тестом ФИТ. Некоторые люди думают о том, что, если, например, я прошел один скрининг, то мне не нужно больше посещать эту скрининговую программу. Но, к сожалению, мы сталкиваемся тогда с проблемами промежуточного рака, когда люди не приходят на повторное обследование, на повторную колоноскопию. Мои данные помогают сделать вывод, что необходимо проводить количественный тест ФИТ. И эти данные были опубликованы. ФИТ или иммунохимический тест. Десконцентрация, конечно же, коррелируется с увеличением промежуточного рака в соответствии с теми данными, которые мы получаем в процессе ФИТа. И ФИТ, конечно, используется для того, чтобы прогнозировать возникновение колоректального рака. Это, например, с одной стороны, это обычные факторы риска, а с другой стороны, мы видим те данные, которые мы получали в результате ФИТа. И у нас имеется четкая корреляция повышения концентрации гемоглобина в тесте иммунохимическом и повышения процента возникновения аденокарциномы колоректальной. Все это говорит о том, что ответ на дозу также имеет прямую корреляцию. И мы делаем вот эти исследования уже в течение двух лет и подготавливаем этот отчет. Это очень интересные данные. А данные очень важны для стран, в частности, Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку у нас процент скринирования достаточно низкий. Например, вот в Тайване у нас всего лишь 40% по сравнению с Великобританией и Соединенными Штатами Америки. Это мой последний слайд. Какое же решение? Что необходимо сделать? Как справляться с этими вызовами? Прежде всего, нам необходимо использовать концентрацию гемоглобина в фекальных массах. Эти данные, поскольку мы видели прямую корреляцию, чем выше концентрация гемоглобина, тем выше риск возникновения колоректального рака. Высокая концентрация меглобина нуждается в более коротком интервале скринирования. И, может быть, нам необходимо выделять эту группу риска и определять временной интервал для проведения колоноскопии. Также интервал скринирования совместно с тестом ФИД или колоноскопия должен быть, может быть, увеличен для того, чтобы избежать ложноположительных результатов, если у нас имеется низкое содержание гемоглобина в иммунохимическом тесте. Мы знаем наши вызовы, которые стоят перед нами. И нам необходимо использовать эти данные, эту информацию, для того, чтобы разработать протокол скринирования, протокол проведения колоноскопии и представить эти данные нашему правительству. Спасибо большое. Прекрасные данные, представленные Тайванем. Но вопрос заключается в следующем. Вы используете два различных теста? Есть ли разница между этими двумя тестами и какие параметры? Положительность или какие-то другие данные, то есть неправильно проведенный тест. Существует два основных цветовые гаммы. Вот эти тесты, эти два теста, они, в общем-то, не показывают существенных различных результатов. Оба имеют приблизительно одинаковый процент возникновения промежуточного рака. Согласно нашим данным. Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста. Женщина. Нет, девушка. Спасибо большое за прекрасную презентацию. У меня два вопроса к вам. Первый вопрос. Какие методы вы используете в Тайване? А гемоглобин определяется в течение одного дня или двух дней? Один день. У нас есть данные рандомизированных клинических исследований, где мы сравнивали один день или два дня определения гемоглобина в калии. И данные практически вот за один день. Вы используете второй маркер. Это фекальный трансферин. Потому что мы знаем, что фекальный гемоглобин дает 35% ложноположительных результатов. Да, мы думаем об этом. Это наш будущий проект использовать не гемоглобин, а гемотрансферин. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Как часто вам удавалось выявить аденоматозные полипы правого фланга ободочной кишки? Именно правого фланга с помощью вот этого теста количественного. Понятен вопрос? Да, у нас имеется вот такая программа для определения аденомы в правой стороне толстого кишечника. Ну, в зависимости от полипектомии, которую мы или проводили, или не проводили. Ну, обычно, в общем-то, требуется где-то три года для определения. Это системная программа наблюдения за пациентами и проведение колоноскопии. Может, он не совсем понял вопрос? Можно. Спасибо за доклад. Хотелось бы два вопроса. Первый. Какой самый молодой возраст вам удалось диагностировать с помощью этого метода? Самый молодой возраст... Самый молодой возраст... Мы использовали семейный анамнез. Скрининг и выявление признаков колоректальной патологии с помощью детекции уже крови в толстой кишке. Это реальный скрининг колоректальной патологии? Что лучше, выявлять кровь в стуле или диагностировать на более ранних стадиях нарушение функциональной патологии толстой кишки? Это очень хороший вопрос. Я думаю, что если вы используете стул для того, чтобы определить кровь, то чувствительность выявления аденомы не очень высокая. Но в отношении рака это хороший метод. И поэтому в случае каждой аденомы нам... Мы привлекаем патоморфологов для того, чтобы определить размеры аденомы и патоморфологические признаки опухоли. Чувствительность аденомы у нас нет сейчас, к сожалению, четких данных, потому что время наблюдения всего лишь 5 лет. Наши данные предполагают, что... Скажите, пожалуйста, есть ли у вас проблема в выполнении колоноскопии? Если есть, то какая? Есть ли у вас отказы жителей от колоноскопии? И каким образом вы их мотивируете? Какие у вас законы в Тайване? Понятен вопрос? Наши проблемы заключаются в следующем. К сожалению, клинические возможности у нас недостаточны. И поэтому мы в основном проводим колоноскопии уже людям с клиническими признаками и симптомами. К сожалению, поэтому я представлял данные. К сожалению, список ожиданий для проведения колоноскопии у нас очень длинный. Единственное, что я могу сделать... Просто, например, сказать людям, пожалуйста, идите в частные центры для проведения колоноскопии. Иначе они ждут очень долго. Это вызов, как я уже показывал. И мы думаем... Долго это как? Сколько? А у мать? В ранней стадии один месяц. И до двух месяцев. То есть от одного до двух месяцев. Это проблема. И, к сожалению, если у пациентов уже продвинутая стадия, то мы потеряем пациентов. Как вы определяете продвинутую стадию? С помощью скрининга? С помощью иммунохимического теста? Или я что-то не понял? Мы определяем продвинутые стадии аденокарцинома с помощью выполнения теста ФИД, но все-таки подтверждение – это колоноскопия. Спасибо. Продолжение следует...